Я не могу вам сказать за всю Одессу, я вам скажу за себя, что во время перемен, через которые проходит Украина, общество меняется быстрее, чем политикум. Скажем, если мы возьмем Народный фронт, который, по сути, был одним из участников и победителей прошлых выборов, сейчас, мне кажется, если они пойдут на выборы, они их проиграют. Вот это то, как за два года поменялся украинский... Совсем не попадут в парламент, что ли? Ну, они могут, я думаю, они попадут, но они не популярны сейчас, да? В любом случае, общество поменялось, а политикум не поменялся. И в таких случаях отставки правительства проходят очень быстро. В Польше, в общем-то, было это практически каждых полгода. Так кто ж в Польше? А мы в Украине, извините. Я думаю, что политикум очень похож, и та стадия, на которой мы как общество и государство, они тоже очень похожи. И вот здесь, мне кажется, общество созрело, что правительство уйдет, от него устали, в общем-то, их риторика не новая, они говорят одни и те же вещи, это те же самые лица. Их успехи очень под большим вопросом. Они должны будут показать, что они сделали. Но, в принципе, кажется, вот, что они не преуспели. И здесь нужно говорить, можно говорить, и я думаю, нужно говорить, из Одессы кажется, что обязательно нужно говорить, о том, что правительство должно уйти в отставку, должны появиться новые люди, новые идеи. Нужно тоже показать на президента, потому что успехи правительства во многом зависят от того, что делал президент. Экономический блок – это блок президента, экономических каких-то успехов у страны не было. И прежде всего нужно говорить об экономике, не нужно сворачивать на что-то еще, нужно говорить об экономике, о том, что падает ВВП, о том, что практически государственный капитализм остался, олигархиат остался, коррупция осталась. И здесь президент должен взять свою политическую ответственность тоже. Поэтому вот здесь, мне кажется, должна быть отставка правительства, новое правительство, будет оно временным или каким-то техническим, это другой вопрос. И я думаю, что, в общем-то, есть смысл дебатировать, нужны ли стране новые выборы. Мне кажется, нужны. Мне хотелось бы, чтобы общество избрало новый реформаторский парламент. И это единственный шанс, который сейчас есть у страны, чтобы сделать несколько шагов вперед. А есть ли шанс у общества выбрать вот этот новый реформаторский парламент, если им, как всегда, предложат в списках старые знакомые лица? Мне кажется, этот шанс сейчас начал уменьшаться. Потому что те, кто пришли как реформаторы, они теряют свою репутацию. И вот здесь вот очень важно будет, как они проведут, на какой волне они проведут следующих, скажем, 6 месяцев. Что показали мне мои личные выборы в Одессе, это что можно идти с реформаторской агентой, но нужно идти честно, нужно идти уверенным в том, что ты хочешь сделать. Нужно приводить новых людей. И общество на это откликнется. Мы за 5 недель собрали 30% голосов. Прошу прощения, скажите, Саша, а ваш патрон, Михаил Саркашвили, готовится к возможным досрочным выборам в парламент? Может, так, что он со своей политической силой новый какой-то пойдет? Я ассоциирую своего лидера, нашего лидера, с новой динамикой в обществе. И я думаю, что если будут выборы, то такой политик, как Саакашвили, обязательно будет где-то во главе какой-то новой политической силы. И мне хочется, чтобы это новое... А во главе про Саакашвили что думает? Вы близкий ему человек. Вы думаете, это очень хорошо. Но вы же его не заставите. Саакашвили идет на выборы или нет? Если они будут... Саакашвили сам не может идти на выборы, потому что... И я не могу идти на выборы, потому что у нас нету ценза, мы появились в стране достаточно недавно. Да? Но политические силы ассоциируемые... Но провести какую-нибудь партию он может. Но это вполне возможно, если смотреть на опросы общественного мнения, то... Саша, возможно, невозможно, это разговоры все... Хорошо, смотрите, давайте я... Будет он это делать или не будет? Готовится он к этому или нет? Если будут новые выборы, мы будем на этих выборах в каком-то виде представлены. Это мы не знаем. Спасибо.